всем привет на канале old dutchman сегодня я хотел затронуть парочку таких вот тем с которыми время от времени сталкиваются практически все люди скажем каждый так каждый второй первая тема это будет подключение на сотовые телефоны контракт продление контрактов и как не попасть на мошенников и вторая тема как не влететь на деньги при оплате на paypal значит начнем с первой темы у меня есть три контракта на сотовые телефоны то есть телефонами пользуется моя семья но контракты идут на меня то есть я их оплачиваю но это ладно и когда проходит ровно один год с момента подключения контракта телефонная компания с наступлением нового года то есть когда начинается второй год начинает тебя так постепенно не агрессивно но добровольно принудительно принуждать к тому чтобы ты продлил этот контракт или подписался на какой-то новый контракт с более якобы улучшенными условиями возможностями дополнительными опциями когда они это делают пойма его то я просто-напросто не считаю уничтожаю все тирееваем и так далее но когда они начинают это делать минимум раз в две-три недели путем звонка по телефону это уже начинает напрягать и я очень часто с ними пытался нормально разговаривать последнее время вот буквально где-то около месяца назад звонили опять ну как они звонят теперь уже вот то что у меня один из контрактов заканчивается в сентябре месяце и они пытаются тебя сейчас уже загрузить на что-то новое может быть на новый сотовый телефон или блин там на какой-то новый контракт фиг их знает это это их не исправки новых нафиг так вот сначала я просто-напросто не отвечал на эти звонки потом я пару раз ответил сказал что извините ребята ну-ка скажите мне когда у меня заканчивается контракт а в чем дело нет я хочу узнать вы же звоните мне по поводу контракта да я звоню по поводу этот контракт а когда он кончается в конце сентября рю слушай говорю вот до конца сентября еще бы есть полгода так так совершенно верно поэтому говорю ближайшие полгода говорю даже не думайте мне говорю звонить потому что я буду всех вас или посылать или блокировать или к чертовой матери говорю вообще откажусь от ваших услуг ты меня понял мужик ну извините желаю вам приятного дня все положили трубку вроде бы вопрос был решен но блин на днях как я пришел к этому решению к так этой идее блин как от них отвязаться очень легко и быстро я прочитал в интернете в новостной ссылке как полиция рекомендует во первых реагировать на вот этих вот балбесов просто напросто не поднимать трубку сразу и блокировать отправлять спам и так далее там идет целая сеть вот этих вот номерных телефонов с которых они звонят начальные цифры там если по германии то плюс 49 дальше идет 151 и так далее то есть 151 это компания ли к мобайл ребята которые кто живет в германии запоминайте если вам звонит телефон телефонный номер и вы видите плюс там сколько 49 или просто 0 15 15 или 15 там с чем-то дальше сразу можете блокировать его даже не поднимать трубку потому что это лишний лишний блин рак мозгов нафиг вам обеспечен на этот день вот и там они значит говорят что очень очень много мошенников покупают телефонные номера через эту компанию и якобы через свои колл-центры пытаются вас загрузить на выгодное электричество на выгодный там допустим водяной тариф на выгодные там еще какие-то фигни услуги и так далее ну и конечно же сотовый телефон так вот я эту ерунду прочитал запомнил парочку вот этих вот моментов из этой статьи и буквально на днях звонит мне телефон я смог пришел с работы уставший хочу просто-напросто расслабиться не обращать внимание ни на кого постороннего блин смотрю 0 15 15 думаю так понятно хорошо подымаю трубку и говорюсь буквально следующее адвокатская контора от афон штирлис чем могу быть вам полезен человек который находился на том конце телефона он даже не сообразил что нужно было перед звонком перед началом звонка включить шумы вот этого своего технического колл-центра чтобы я поверил что они звонят телефонной компании или откуда там они звонят как только я сказал что адвокатская контора чем могу быть вам полезен не прошло и двух секунд это животное просто-напросто бросила трубку думаю а испугался нафиг так тебе и надо но блин думаю ладно хорошо этим все не кончилось на следующий день эти ребятки уже вылезли на меня со своих открытых номеров телефонных потому что у меня стоит телефонная программа которая распознает вот этих мошенников распознает спамы она в этом апсторе свободно лежит я забыл же установил как-то несколько лет назад и уже просто честно сказать то ли tell office то ли как не не помню не помню честно не буду говорить как она называется то что я уже забыл она у меня на заднем плане постоянно в телефоне работает так вот звонок не проходит отправляется сразу спам я просто смотрю на телефоне и думаю так по сообщениям вот по sms ком приходит значит два сообщения первое сообщение с телефонным кодом плюс 63 думаю ты чё за фигня блин а плюс 63 я потом посмотрел это доминиканская республика короче из доминиканской республики оказывается мне звонит какой-то ребенок ну типа ребенок да дочка сыночек фиг их знает кто кем они там себя выдают при ней за кого они там себя выдают и сообщение папа вот мой новый номер телефона срочно перезвони мне через ватсап ну такая фигня уже практикуется давно это не первый месяц и я как-то посылал их нафиг по таким вот сразу отвечал смс коми даже не пытался залезать на ватсап потому что прекрасно знаешь что это такое попадешься так что все твои данные с телефона уйдут просто-напросто этим балбесом так ну ты едешь нет мерседесе на несчастное давая разгоняйся купил себе 200 мерса ездить не умеет ладненько и я никогда им не отвечал через через ватсапу я просто-напросто они присылают смс я им через эту смс-ку отвечаю обратно несколько раз просто посылал потом пару раз написал что полюблен ребенок ты что забыл что мы тебя 15 лет назад блин отправили в детский дом блин и больше ты к нам не принадлежишь блин какой нафиг ты тут или или допустим я писал один раз написал одним придурком которые мне написали написали следующее привет папа мама вот мой новый соус сотовый телефон срочно перезвони мне на ватсап у меня проблемы я пишу отвечаю также как вот вот эти вот мошенники я пишу привет дочка сын и не понял блин у тебя ты что протерял или потеряла телефон который тебе подарила бабушка да как ты посмел мелкое животное забудь этот номер телефона и больше не звони с этого момента у тебя нет ни папы ни мамы вот ну ладно так вот эти вот с доминиканы написали что типа срочно папа перезвони на телефон по ватсапе я пишу тоже отвечаю эсэмэской ребенок ты что забыл что 10 лет назад мы от тебя отказались прекрати нас досаждать и требовать с нас деньги найди стань и взрослым и наконец-то найди себе работу все потом я заблокировал этот телефон окончательно и они затихли буквально вместе с этим сообщением пришло еще одно ваша посылка к сожалению было не доставлена потому что в адресе не указан номер вашего дома срочно перезвоните перейдите по этой ссылке и укажите ваш номер дома в противном случае ваша ценная посылка будет утеряна и ссылка якобы на вот эту контору дхл я думаю не понял я там что-то через алиэкспресс заказывал буквально вот чисто случай случайно и вот это вот совпадение да я две недели назад я через через алиэкспресс заказывал но она приходит не через дхл она приходит через другую контору и я думаю сначала первая секунда елки-палки чё за фигня вроде бы мы и данные на алиэкспресс записаны правильно а потом смотрю вот эта ссылка которая ввв . ну давай проезжай ввв . дхл дальше hy.com еще чего-то там думаю да идите вы нафиг блин сейчас я вам сейчас секундочку ребята этот припаркуюсь я немножко по глуповатому стал сейчас запаркуюсь и продолжим дальше с вами разговаривать все забываешь у них камера заднего вида есть елки-палки ну тормоз блин же нормально отлично стал все стало отлично так вот на чем я там остановился а секундочку это у меня датчик парковочный сзади в багажнике сидит так вот я смотрю ссылка какая-то левая потому что если дхл что-то присылает то там идет и по германии dhl.de и все а тут dhl hy.com и еще там бля-бля-бля какая-то фигня думаю сейчас сейчас я блин перейду по этой ссылке и дам вам все свои данные ждите заблокировал и этот вот это сообщение этого адресата думаете его нафиг вот это была первая тема ребята общем запомните если к примеру вам звонят телефонные номера 015 если по германии кто смотрит меня сейчас из германии если вам звонят эти телефонные номера 0 1 5 1 5 и или и так далее блокируйте сразу отправляйте в спам даже не вздумайте отвечать то что если вы культурные вежливые корректные люди вас загрузят по самое не хочу вот и естественно не вздумайте отвечать ни на какие вот эти сообщения типа папа мама вот мой новый сотовый телефон срочно напиши мне через ватсап у иначе у меня будут проблемы или у тебя будут проблемы ли я там кого-то задавил или я кого-то задавила или меня задавили или там типа идут на всякие ухищрения чтобы вылезти на ваши данные на ваши деньги вот ну а теперь вторая тема вторая тема касается paypal а сейчас пройдет чувак раскачанной мимо машины смотрите о кач прошел бы она болик ты елки-палки в общем когда вы что-то продаете через paypal там сейчас вот буквально годик примерно или полтора есть такая опция нажимаешь на кнопочку и оформляешь этого покупателя как или как друга или как родственника такие во первых опции сделаны в первую очередь для того чтобы можно было делать финансовые операции между друзьями или родственниками допустим чтобы не платить какие-то налоги допустим вы своим родственникам или знакомым друзьям куда-то в какую-то страну отправляете через paypal деньги да и за определенную сумму вас потом могут снять проценты так вот чтобы не снимали этих процентов paypal сделал такую вот вспомогательную опцию при помощи которой эти проценты у вас снимать никто не будет а а теперь внимание если вы что-то продаете через paypal и вам покупатель говорит ой вы знаете вы такой классный блин продавец с вами так классно коммуницировать и так далее так далее блин я просто обалдеваю от такого хорошего прекрасного отношения сегодня таких нормальных людей фиг встретишь ну вот как ворона и лисица помните да голубушка как хороша шо за перья шо за глазки рассказывает так про восказки вещу не наиспохвал скружилась голова от робости в забу дыхание сперла и на привет левелесицына слова ворона каркнула во все воронье горло сыр выпал с ним была плотовка такова вспомнить эту старую басню и каждый раз когда вам кто-то через paypal вот так вот будет писать чтобы вы его оформили как друга или как родственника чтобы все это операция денежная финансово прошла быстрее не вздумайте этого делать почему потому что под этой опции подразумевается следующее если вы отправляете кому-то поставив галочку друг или родственник допустим то товара вам при от него вернее приходят вам деньги по вот этот под под этой опции друг или родственник вы получили деньги все отлично человек получил от вас товар который он у вас купил минус этой опции в том что этот человек нажимает на возврат денежных средств после того когда он уже получил товар который укупилась и эти денежные средства возвращаются ему без потери копеек то есть обратно и paypal даже в этом случае даже не всовывается в разбирательство потому что вы с этим человеком оформлены как родственники или как друзья типа лепшиеся бры да вот запомните не вздумайте никому из посторонних людей покупателей там или тем более продавцов но продавцы это ладно их никому из покупателей не вздумайте давать возможность стать вашим гипотетическим вот этим интернетовским другом родственникам чтобы якобы он провел финансовую операцию с вами намного быстрее чем в обычных условиях потому что этот человек получив товар как я уже сказал ранее от вас купив у вас этот товар без всяких проволочек вернет всю свою денежную сумму и если вы обратитесь в paypal за помощью скажете что меня обманули я продал товар я отправил товар деньги почему-то с моего счета ушли обратно paypal в этом случае вам скажет вы ребятки виноваты сами потому что вы оформлены с этим человеком как друзья или блин извините как родственники поэтому имейте в виду чтобы таких вот моментов у вас не происходило не надо делать таких вот опрометчивых шагов но это вот две темы которые я хотел сегодня с вами вот так вот обсудить вот делайте выводы думайте прежде чем куда-то ли а это шкачок подъехал это качок подъехал на ли на лионе на сиате синеньким делайте выводы думайте и прежде чем сломя голову допустим у кого-то из вас или сын или дочка допустим находится где-то в поездке в какой-то куда-то поехали допустим с друзьями или еще куда-то на несколько дней но бывает такое всякое бывает жизни и вдруг вы получаете вы знаете что ваш ребенок поехал с друзьями там ну не знаю из пункта а в пункт б да скажем так и несколько дней они будут там находиться в гостинице и блин вы смотрите что ребенок дома забыл допустим зарядку для телефона и тут как раз вам приходят сообщения мама папа вот мой новый номер телефона срочно перезвони мне на ватсап у у меня тут такие проблемы вы думаете блин что ж такое блин а вот блин голова капуста забыли вот сотовую зарядку от сотового телефона теперь наверное купили себе другой сотовый телефон сегодня тоже легко делается ладно сейчас перезвожу и вы попадаетесь через вот эту вот ватсапную ссылку вы попадаетесь и на деньги ваши данные с телефона уходит а почему это опасное дело это очень опасное дело в плане того что сегодня очень многие люди практически процентов 90 пользователей вот этих вот смартфонов производят в магазинах оплаты через свои вот smart часики через сотовые телефоны потому что у них там в сотовых телефонах находятся все их данные банковские все личные данные все ссылки все допуски все разрешения выхода вот на вот это вот счет в банке и так далее я сам вот часто вижу в магазинах люди подходят и когда на кассе что-то допустим купили достает сотовый телефон и сотовым телефоном оплачивает это опасная вещь понимаете если вы сто процентов уверены в том что ваш телефон никогда от вас не уйдет не потеряется делайте так ради бога но я сам этим не занимаюсь у меня я плачу или наличкой или банковской картой у меня не на сотни на сотовом телефоне не на smart часах я их ношу ужасно редко нет такой опции подключенной чтобы платить через сотовый телефон потому что ну нафиг и в сотовом телефоне у меня стоят в основном программки чисто так вот почитать новости позвонить ватсапка стоит и youtube посмотреть все больше ничего нет ни в коем случае я просто предостерегая может быть я слишком такой вот сверхосторожный но лучше быть сверхосторожным чем быть каким-то лохопудренным которого блин сделают на деньги и даже полиция помочь в этом случае человеку не сможет потому что как говорится ну блин ну сам виноват елки-палки у тебя проблемы не потому что кто-то тебе их сделал а потому что ты позволил себя обмануть ты позволил себя облапожить вот и все что я хотел сегодня вот в этом видео выпуске на улице плюс 25 плюс 27 рассказать в общем держите ухо востро не забывайте о том что у нас на канале существует подписка колокольчик для того чтобы оставаться в курсе всех событий у нас на канале и быть в курсе новинок у нас на канале вот с этой стороны бегут странички на которые нужно обратить внимание вернее пунктики на которые нужно обратить внимание сотовые телефоны вот эти вот опции этих друзей и родственников на пайпале и да у меня есть пара пакетов на канале которые можно подключиться через абонентскую плату к этим пакетам один пакет бакардийский клуб и зож здоровый образ жизни и второй пакет типа международной панорамы от первого лица о политике о том что происходит рядом с нами вокруг нас и в чем мы принимаем непосредственное участие оплата небольшая но это того стоит в общем всем удачи пока